Так, ну что ж, время возвращаться в прямой эфир, друзья. Продолжаем следить за отборами на Dream League 12 сезона. И напоминаю, что у нас первый матч. Викинг Джи Джи против Аскамани катают. Пока 1-0 в пользу последних. Очень хорошо стартовали, ребят. Уверенная победа. С самого-самого начала. Ну и очередь драфту второй карты. Давайте посмотрим, что у нас здесь пока происходит. Итак, Кунг на ферст пик. Ответ от Аскамани это Андаин Калина. И Бэйн для Викинг Джи Джи в первой стадии. Вторую стадию. Открывали Аскамани и забрали себе Магнуса. Вот так вот Андаин Калина Магнус пока получается. Ответ сразу же Рубик. Есть что здесь воровать, естественно. Всегда очень полезный импавер. Воруешь импавер, даешь кунгки. Вообще замечательно смотрится. Поэтому Рубик здесь неплох. Магнус. Имею подозрение, что Магнус у нас претендует на позицию оффлейнера для товарища Хеста Жироттена. Я думаю, что Андаин Калина пятерка для риска. Линна должна быть четверка одной. Осталось пять секунд. Ну хорошо, пока так. Кунгка Бэйн Рубик. Тоже неплохо. Два саппорта. Кунгка в центр. Пока все окей. Бладсикер появляется в Аскамане. Слушайте, а не заготовки ли это какие-то? Очень интересно. Ис нам покажет модного Бладсикера. Давненько его не видел. Хочу хорошего Бладсикера. Здесь он будет не просто как самостоятельно неплохим персонажем, так он еще и здесь под Магнусом, под Эмпауэром. Что, естественно, хорошо усиляет этого персонажа. Ну а в целом, да, против Бэйна на Бладсикере играть здорово. Против Рубика тоже. Ты можешь их обездвижить. Ты можешь накинуть под них Саленс. И просто не дать возможности перемещаться. Если они будут стоять на месте, они будут умирать. В общем, хороший-хороший герой. Многими позабытый. Недооцененный, я бы даже сказал. Ну, в общем, просто он не находится в ротации самых успешных, наверное, персонажей. Самых крутых героев с отличным пикрейтом. Где-то так, на задворках. Но кто-то его периодически пикает. Надо подметить, наверное, то, что последние патчи, это все-таки бафы. Бафы Бладсикер. Да, вот если мы смотрим последние 7.22F, это все-таки увеличение мувспида базового. Теперь он на три сотни бегает сразу же без сапога. До этого в Е-патче, в мини-Е-патче. Бладрайт кулдаун уменьшили. Раньше он на первых левелах там был 18, потом 16, 14, 12. То есть сейчас на всех левелах у него 12 секунд кулдаун. До этого в D-патче 7.22D там подняли ему базовый армор с единички на двойку. Вот, поэтому до этого опять армор ему там увеличивали с нуля до единички, да. То есть сперва в C с нуля до единички, в D с единички до двоечки. Ну так аппали, аппали, бафали, бафали. Намекали нам Вальф на то, что Бладтикера бы пора пикать. Он, в общем-то, не так плох. Вот, Рейс Кингом отвечает Викинг Джи Джи. Рейс Кинг. Ну, собственно, герой в центр. Осталось 10 секунд. Ой, в центр. Прошу прощения, на легкую, конечно. Я смотрю просто на кунку и говорю про кунку. Осталось 5 секунд. Кунка в центр. Рейс Кинг у нас на легкую пойдет. Не хватает героев сложную, по идее. Ладно, Рейс Кинг просто крепкий персонаж, который может многое впитать, погибнуть, переродиться и вести свою команду к победе. Много я смотрел матчей китайских отборов. Совсем недавно красный Салван Гамбург. Практически все матчи я посмотрел. Там Рейс Кинг, конечно, сейчас в почете. Его пикают. Его стараются брать как можно быстрее. Порой даже в первой стадии забирают этого персонажа. Все еще актуален. Все еще очень хорош. Бэтрайдера убирают. Это один из претендентов как раз таки на позицию в оффлейн. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так, на чем размышляет Викинг Джи сейчас? Ну, по идее, героев центра не хватает. Аз Камани. Есть претендент на центр. Это Лина. Может быть, Блэдсикер сейчас в центре тоже может играть. Честно говоря, в этом персонаже я не особо силен. Я осведомлен о том, куда ему следует ходить в этом патче, в этой мете. Legion Commander для Викинг Джи Джи в оффлейн. Так, ну хорошо. Крепкий пик теперь. Единственное, что смущает, что три кор-героя это три милишника. Но там свои нюансы. Окунка издалека может. Легионка, собственно говоря, тоже может издалека. А может и вплотную подходить иногда. Когда требуется дать дуэль. Короче... Осталось 10 секунд. Нормально, нормально. Хороший крепкий пик. Магнус против трех милишников рад играть, я думаю. Если что. Да и Антайнгу тоже хорошо. Там стаун ставить, икей разбрасывать. Блэдсикер, Блэдрайд, там тоже будет довольно. Линус прокаст. В общем, у команды Аскамани тоже есть свои козыри. Еще один козырь им нужно добрать прямо сейчас. Но я все-таки настаиваю, думаю, на героя в центр, который будет стоять против кунки. А может быть, это Mipo. 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 В чате правильно отметили, друзья. Да-да, я подсчитываю чат. Не забывайте там писать ваши интересные мысли. Так вот, действительно, есть два крутых исполнителя на Mipo в двух этих командах. С одной стороны A и с другой стороны Chappie. И тот, и другой Mipo иногда пользуются. Мангикинг. Ну нет, тоже посмотрели на этих милишников, кор-героев и решили, что... Ну, кто против милишников и еще хорош. Тоже милишник, но который, собственно, ставит отличную поляну. А там, если и с Аганимом, да еще и под бафом Магнуса, прям вообще замечательно. Да, крепко получается. Да и там, и там пики хорошие, в общем, мне и там, и там нравится. Посмотрим, как будут исполнять. Потому что, откровенно говоря, у ВикинджиДжи вот прям со старта не задалось. Много отдавались, много умирали. Если чуть понадежнее сыграют в начальной стадии, у них свои будут тоже. Возможности для того, чтобы вернуться в эту серию, друзья. Напоминаю, 1-0 пока в пользу Азкомани. Могут выиграть еще одну карту прямо сейчас. И потом уйти на короткий перерыв. Параллельно, кстати говоря. О, параллельно. Там вообще события. Я думал, у нас карта быстро закончилась. Это мы еще просто не смотрели с вами, что происходило на параллельной трансляции. Fly to Moon Team Singularity. Там игра вообще за 19 минут закончилась. Если быть точным, 19 минут 14 секунд. Team Singularity. Просто переехали в Fly to Moon. Просто переехали. Как так? За 19 минут. Жесть какая-то, конечно. Fly to Moon, походу, просто сдались в какой-то момент. На выходе из эрлигейма, да, получается. Еще пики такие вроде были менее. Сносные были. Команды Fly to Moon. Все в порядке по набору персонажей. Ну, видимо, как-то нафидели излишне. Да, уж там Singularity сейчас тоже рискует быстро выйти в финал венеров. Ну, ладно. Если оперативно... Опять-таки, надо учитывать то, что сегодня практически вроде как должна быть вообще вся квалификация сыграна. Поэтому чем оперативнее будут сыграны карты, неважно в чью сторону, да, тем, собственно, быстрее все это дело закончится и, может быть, смело переходить на финал американского региона. Который, напомню, тоже будет сегодня. Так что получается, пока у нас самые главные претенденты на финал венеров в этой квалификации, это как раз-таки Ascomani и Team Singularity. Если так и случится, то оба этих коллектива будут играть на первой трансляции нашей основной. А здесь у меня будут играть команды, которые проиграли свои первые игры. То есть явные претенденты пока это Fly to Moon и, собственно, Viking GG. Хотя, может быть, матч Viking GG и Fly to Moon будет более интересен для нашего с вами брата, для SNG зрителя, для вас, то бишь, друзья. И, может быть, его покажут на первом канале, но мы это как-то там покумекаем. С коллегами, я думаю, решим. Так, ну что, пауза отжимается и ребята разбредаются по своим линиям. Так, на встречу, может быть, сразу на верхней линии. Туда выходят Bloodseeker, Undying и Лина. Стороны Комманд Тайра, Традиантов. Это, собственно, Легионка Рубик. Там, рядышком, если что, находится Бэйн. Шаговые доступности, я бы сказал. Так, кто на ком играет? Ну, Раджикс, очевидно, это Легионка Оффлейн. Бум, это Бон Севен, по идее, на Рубике. Флэш, это, собственно говоря, флэш. Здесь Мастериск на Undying support пятой позиции. 50 Centaur, это у нас, собственно, Ace. Old N, это Old Noe, насколько я понимаю. Такой, знаете, на китайский манер он себя переименовал. Потому что, ну, вы помните, одно время был очень популярный Old Chicken, Old Eleven, это вот Old Lanem. Называли себя китайские опытные игроки. Ноя тоже Old, безусловно. Да, поэтому вполне имеет моральное право называться Old Enem. Это реально Old. Так, кто у нас? Ace опять перекликал? Опять этот Ace перекликивает прям соперника, в который раз уже отжимает руну. Ну, конечно, молодец он. Но при этом, Адань к чужой руну тоже забрал. Продолжают хитаться здесь. У Old Seeker мало здоровья в первом погибает. First kill для команды Weekend GG. Риск идет, пытается убить хотя бы Легионку. Не получается этого сделать. Легионка отбивается Хилинг Селвом. А вот Бонселл вместе с Флэшем продолжают бить Риск. Риск что-то как-то заплутал здесь в деревьях. Дал DK. Сейчас вообще может погибнуть. Будет фейтболт. Еще один тычка. Нет, не хватает урона. В живых остается Андейнг. А, все, конечно, тоненького получилось. А по баунте, я так понимаю... А, подождите, Андейнг, Магнус и... И Ace. Три баунте урона забрали у нас. Опять три баунте урона забирают Аскамани. Но на этот раз ФБ отдали они сопернику. Ну, компенсация, соответственно, для коллектива Weekend GG получается. Все стало на свои места. Итак, в центре Мастер Майнд против Бэби Найта. И тут Бэби Найта уже плохо на Манки Кинге. Но получал очень много ударов с Тайт Брингера. ХП остается мало. Кунга 7-0-3-0 пока у Манки Кинга. Но большая пачка идет именно к нему. Он с топориком постарается большую часть крипов сейчас как-то забить. Балку дал. Хорошо. Помогает своему Ласт Хиту. Ну, все равно часть крипов, конечно, он потерял под вышкой. Ладно, еще одна пачка идет. Я думаю, сейчас даже он будет обгонять Кунгу на короткий промежуток времени. В принципе, все на равных. Все окей. Что на сложное, давайте тоже глянем. Здесь Магнус вместе с Линой против Бэйна и Рейскинга. Магнуса пока мы видим 4 на 1. У Рейскинга 7 на 1. Ну, собственно, пока все так и происходит. На легкой линии керри стоит получше, естественно. На сложной два героя они пока немножко терпят. Ну, со своими нюансами. Опять же, тут Лина, которая получает баф в виде импавера. Это, конечно, мощная Лина такая, что 4 плюс 6. 70 урона с руки. Тут даже Бэйну. Внезапно героя, который, наверное, на пятерке один из самых сильных. Ну, в плане статов, в плане урона. Внезапно оказывается, что Лина может и передамажить здесь. Она, тем более, с пассивкой. Скорость таки у нее вообще бешеная. Так что надо быть аккуратнее. Где-то Лина может поймать нас там. Магнус потом отвезти ее. Ну, правда, у нее пока скивера нет. Но в будущем по на уровне 3-4-м. Отвезти куда-то под крипов или под вышку. И сделать их пристоп. Так, ну вот, 16-2 Манки Хенка. Иконка 16 на 0. Ага. Так, кресты и торренты пошли. Но МК тут немного зарядил свою пассивку. Не, все обошлось там, да. В общем, нормальный хилку 1, хилку 2. Тут главное сейчас не встрять под Тайбрингер. Не лишиться Хабаригена. Ну, все в порядке. Понимал прекрасно, что там есть кулдаун достаточно большой. Легионка погибает. Здесь на верхней линии смогли сделать убийство. Ускоряется Блотикер. И дальше за Бон Севеном. Шмяк, шмяк, шмяк ему по спине. Еще немного шмяков. И в итоге, нет, не убивает. Рубик остается живых. 100 здоровья у него. Мог, конечно, Блотикер идти и дальше под вышку. По идее, у него до этого были все ресурсы. Но был один нюанс. Опять возвращение Легионки на линию могло все испортить. Поэтому решил не рисковать. И рисковать действительно не нужно. Раз вы и так на линии 2 против 2 делаете убийство. Блотикер, ну, кстати, не так хорошо фармит. Все-таки отвлекался, видимо, на вот эти вот размены хитпоинтами. Так, Телекинез. Сол Рип. Прокастовался полностью Бонселл. У него не остается вообще маны сейчас. Даркинг Бутсов тоже далеко. Поэтому Раджикс какое-то время постоит соло. Снова ДиКей от риска. Блотикер надо нагонять. Нормально нагоняют. Как, опять-таки, мы же берем сравнение не с миддерами, да, этого Блотикера сейчас. Мы сравниваем Блотикера конкретно с Рейс Кингом. Если вот оценивать двух этих керри, которые фармят зеркально на своих легких линиях, то тогда у них по Крепстату все идентично. То есть Блотикер даже чуть-чуть побольше. Ну, относительно, конечно, топов, да, сейчас, лучших Крепстатеров, там есть небольшая просадка. Потому что все-таки сравняться по Крепстату там с тем же Манкикингом будет очень тяжело. МК, кстати, вырывается вперед. Обгоняют Кунг уже очень серьезно здесь Баби Найт. 28 на 7 против 21 и 0. Да, Дунаев. Дунает Манкикинг. Кунг вообще не дунает своих. Трайдж, конечно, было проще. Тут Долина на нижней линии погибает. Раньше, что у тебя, Тайтбрингер на своих крипов работал? Ну, ты вообще кайфовал на конке, приходил там, ластитил, как хотел. Сейчас не работает, сейчас попробуем по Денайка. Крест. МК зарядил пассивку, Бондл Страйк. Это был Крест без торрент просто. Чтобы, ну, Манкикинг от себя подальше отбросить. Так, по две баунтируем таки забирает. Рубик на топе, снизу Лина. Все в порядке по этим баунти. Так, Магнус. Магнус на Аркейн Бутс. Выцеливается. Скоро будет уже, кстати. Аркейн Бутс очень важно приобрести. Причем тут даже вне зависимости от того, кто будет фармить, Лина или Магнус, важнее вот именно, чтобы кто-то из них быстро купил эти Аркейн Бутс. Потому что вы стоите на линии, где оба используют способности. Один Шок Вейв и постоянно кидает импауэр. А другая просто дает стан нон-стоп. Пока Драгон Слейв не вкачан. Но просто нон-стоп дает свой Лайт Страйк Рей. Поэтому, конечно, Аркейн Бутс сейчас появились. Уже попроще. Уже попроще. Уже стоишь и спамишь. Зная, что у тебя будет чем эту ману восполнить. Смог поражали, кстати. Интересный очень смог. Пытался Олд Ноя. Я буду называть его Олд Ноя, с вашего позволения. Найти здесь руну. Но руна не заспаунилась. ПВ-рап руна оказалась на топе. Это руна Хейст. Но в центре тоже никого нет. Кунг отошел в леса. Кунг сейчас в хайграунду увидел Лину. Смог спал. Комбинировать не стал пока. Тиммейты далековато. Никто быстро подскочить не успеет. А у Кунгки... Ну, был прокаст. И не уверен я, что без сапога этим полным прокастом он убил кого-то. Внезапно перетягивается Манки Кинг. Отличный Бондл Страйк. Он в верхней линии выдает по двум героям. Легионка погибает. Показывается Рубик сделать ТП. Его тоже убили. Сейчас он еще без свитка телепортации остался. Точнее свиток-то у него будет. А вот кулдаун на нем. Избежать уже не получится. Внезапные два фрага. И вот как-то Хейст, который заспавнился на топе, помог. Чапи снизу убивает тем временем Лину. Ну, хотя бы у Рыскинга более-менее порядка. Но в целом 4-2. Пока мы видим такая ситуация, что Аскамани начинают чуть лучше. Так, Рубик сам под Смоком после смерти. Ну, это скорейший способ сейчас в данной ситуации, не имея ТП-шку, добраться до одной из линий. Это нажать Смок и побежать куда-то. Вот он выходит район центра. Это, кстати, интересно может получиться. Они с трех сторон Манки Кинга могут попытаться окружить. Кунка в центре стоит, соответственно. Справа боку обходит Бэйн сейчас. Но Рубик ушел в сторону верхней линии. Так, Бондл Страйк. Прокастер, ну, получается. Сейчас Манки Кинг под кораблем. А Бэйна нет. А Бэйн куда? Бэйн на топ ТП сделал, потому что на топе драка была. Вот оно что. В центре Манки Кинга не убили, а на топе... Да Блотикер тоже не убить. Если вы где-то потеряли здоровье, Блотикер ускоряется. И все. Просто на максимальном... На максимальной скорости куда-то дает. В закат. Рывок. Кунг умер. Ээээ, ну это как? Да уж. Ну, это, собственно, еще одна реализованная поговорка. Да, не убиваешь ты, убивают тебя. Вот то же самое. Кунг сейчас в центре не убил соперника. В итоге умер сам, оставшись беспрокастно. Ну, теперь уже, наверное, очевидно всем, что Манки Кинг переиграл Кунгу в центре. И Бэйби Найт. Олд Бэйби Найт. Я тоже могу назвать его олдом на самом деле. Над Кунг поиздевался знатно на самом деле. И сейчас 707 голды им ведет перед ним. На уши. Торрент внезапный. А вот подтягивается Рейс Кинг. Керри пришел гангать Мидера. О, что происходит в этой доте? Должны убить или нет? Или Крест, или Бодлстрайк. Или поставить Том Стоун и захилить Сол Рипа. Но корабль залетает. А то приходит Блотикер сюда. А Манки Кинга-то не вернули. А вот так вот. Реверс Полярити на Рейс Кинга. Теряет он свою первую жизнь. Лина может встретить Станом. Манки Кинг спрыгнет. А вот так вот на Скивере. Нормально Станом Лина продолжает. Как спасти Рейс Кинга из этой западни, где три героя бьют под вышкой? Не совсем ясно, но есть хотя бы пресс за атаку от Легионки. Неплохо сыграно. Блотикер тоже мало здоровья. Очередной Бондлстрайк по двум персонажам. Под Дикей. Два минуса. Делает команда Дайра с Каммани. Как же они реагируют? И дальше можно перехватывать. Буб и Флэш. А вы же не ушли. Два саппорта. Как же они тут остались? Как же они тут остались? И в итоге это возможно от минус двух будет минус четыре. Но ладно. Одиного из героев убили нейтральные крипы. Эти мрази крипы. Так именованные нас в комьюнити. Смогли сделать фраг. Но три фрага для команды Дайра. Они никого не потеряли. А это на секундочку. Был момент, в котором Рейдианты. Рейдианты привлекли Керри на девятой минуте. Чтобы он пришел ганговать в центр с дабл дэмэджем. И этот ганг был отвратительным. Они потеряли реинкарнацию. Рейс Кинг потерял время. Очень важное время. Которое он мог потратить естественно на покупку Мидаса. Конечно же на фарм сперва Мидаса. А потом уже на покупку. Да. И Кунка погиб. Очень, 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 очень плохо для Викинджа. Ну как же, как же классно при этом играет коллектив Аскамани. Медвежата. Датские медвежата сейчас творят хорошую игру. Прям. Прям действительно делают красивые муны. Ну как же они брат за братом в центре в пятером оказались. Ну любо дорого смотреть. Контроль цен. Десятый баун Терона. Здесь по две. Опять-таки без сюрпризов. МК имеет уже готовый Обливион Став. Огракс скоро появится. Остается шесть сотен колды. Будет сабли. Что, Блотикер, давайте тоже глянем. ПТ, два Рейс Бенда. Пока такой джентльменский набор собрал. Ну дальше Яша. Дальше пока скромненько. Эмпавер есть. Эмпавер пока не замакшенный второго уровня. Ну в целом все равно, конечно, нужно вешать на Блотикер, чтобы быстрее фармил. Забирать пытаются с нижнюю вышку сейчас Дайер. Сверху, конечно же, Рейдинты попытаются преуспеть. Так, ну вот не факт. Рейс Кинг сейчас получает прокаст от Лины. Лагуны нет пятого уровня. Здесь Бейн. Бейн четвертым. Но Манки Кинг сделал ТП. Более того, ТП делает еще, кажется, и Блотикер. Так, стало быть, помимо того, что и вышку защитят. Хотя там Катапульта. Ну, Рейс Кинга должны убивать, да? У Рейс Кинга кулдауны, напомню, на реинкарнации. Надо добить. Манки Кинг сейчас запрыгнет на дерево. Спрыгнет с дерева. Есть у него Бондл Страйк. Да, Бондл Страйк дал. Скрит. Ой, как больно. Скритом. Еще всякий случай накинули на Бейна Раптшо. Такие два минуса и вышку спасти. Вышку спасти. Вышку сдонать. Нет, вышку сдонать не успели. Ну, вот успели сделать два убийства, то если бы еще и вышку сдонали, было бы вообще красота. Ну, в целом, и так в плюс, конечно же, момент для коллектива Дайр. Три тысячи. Если мы говорим о экономике, это в плюс для Коммандер. И опять, что самое главное, это разрыв по фрагам. Да, вот мы наблюдали такую тенденцию в первой карте, говорили о том, что, ну, Дайр просто делают лучше выпады. При том, что они лучше защищаются, если на выпады настраивается соперник. И в результате все это притворяется в какую-то сумасшедшую разницу по убийствам. Что в той карте было 29 на 9 в один момент, что здесь 11 на 2 сейчас. РП, скюверт под тиммейтов, таким образом пытаются убить легионку. Манки Кинг спрыгивает на легионку, хорошо. Там на себя пресс-атак, пошли Дикеи. Есть Бондл Страйк, да, заряжает сперва, конечно же, Бондл Страйк себе. Бэбинайт и потом аккуратненько добивает легионку. Хорошо, все сыграно было, четко. В центре выход на Лину, Лину разорвались про кастом. Перетянулся сюда Эйс. Флэш, хорошо, Слип, ТП. И удастся ли убить? Нет, просто спокойно. Зачитался бы так телепорта. Хороший минус в центре на Лине. Конечно же, более весомый был фраг на легионке, с учетом того, что после этого еще и Дайра сразу пошли, вышку с ним забрали. Ну, хоть какую-то компенсацию в виде убийства Лины получает Радиант. Там самое главное, что Мастер Майнд на кунке фраг заработал. Да, вот у него было 2 смерти. И ничего более. Какие-то денежки в копилку. Так, урна, да, выход в Весел. Есть и такой айтем билд на кунке. Ну, билдов на кунке, конечно, великое множество. Если в команде действительно не достает персонажа, который бы покупал в Весел, то эту роль на себя, конечно, берет кунка. Это премия. С другой стороны, конечно, я видел игры, в которых Рубик покупал себе урну. Это тоже могло бы быть интересным на легионку. Вот так вот атака от Манки Кинга. Он уже с саблей. Неужели соло-фраг? Да, соло-фраг. Тут подтягивается Бейн с Финцгриппом. Рядом Рейс Кинг. Постарается забрать сейчас Манки Кинга. Еще и Рубик сюда перетянулся. Фейтболт. Но тут, конечно, Вейбинайт обнаглел. Что уж говорить. Далеко по тир-2 соло-фраг делать. Сделал его этот соло-фраг, но он нарвался на 3 тп и умер. В центре раскаст на Клину. Конечно, риск помогает. Мастер риск. Поставил Том Стон. Том Стон сейчас он баст. Главное играть, 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 но не заигрываться. Да, это очень важно. Потому что Манки Кинг, очевидно, сейчас Бейбинайт заигрался. Соблазн сделать соло-фраг, конечно, преодолел разумные какие-то выпады. Логические цепочки. И в итоге Манки Кинг сорвался, сделал этот фраг и умер. Но, с другой стороны, всему миру показал, насколько он жесткий. Всему миру, в скобочках на нашей трансляции, двум тысячам зрителей. Которых я всех, конечно же, приветствую, друзья, всем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый день. Или добрый вечер. У кого какое время суток. Главное, чтобы оно было доброе. Смотрим доту. Так, ну, Магнус, по обыкновению своему, находясь на сложной линии, выполняя роль оффлейнера, будет собирать Меку на команду. С выходом, конечно же, в кривзы какие-то в будущем. Блотикер. Яшу ту самую нафармил. Будет Сэнджин Яша. Такой не самый популярный артефакт, да, я бы сказал. Вообще, найти применение Сэнджин Яши сейчас. Найти героя, который бы исключительно покупал Сэнджин Яшу, довольно сложно. Но вот Блотикер, пожалуй, один из тех героев, который любит Сэнджин Яшу. Потому что статов хоть и немного, но всего и получает прибавку ко всему, соответственно, Блотикер. Сэнджин Яши смотрит. Особенно быстро и Сэнджин Яши смотрится хорошо. Так, опять залез на ту самую елку, с которой убивал легионку Бэби Найт. Но есть нюанс. Есть нюанс. Там Вард стоит. Его теперь был убит. Накинули ворованный, кстати говоря, Рапчур. Он спрыгивает, бегать не хочет. Пытается доджит все, что доджится. Все, что не доджится, он впитывает себя и погибает. Дальше подтягивается, правда, Магнус. Здесь же Блотикер. Реверс Полярити можно дать. Корабль, правда, пролетел сейчас. Хватит ли сил под кораблем забрать? Ну да, Блотикер там невероятно ускорен сейчас. Да, очень быстро минусует троих. Дальше еще навешивают Рапчур на легионку. Это теперь уже от Блотикера. Рейс Кинг разворачивает, сдает стан. Байбэк от Бэйна. И вот дальше под Терна уже не лезут. Ну, собственно, сами датские медведи от своего датского мидера немножко отличаются. Да, поставили в центре, понимают, что там был Вард. Вард сразу снимает мастер-иск. Все четко. И отходит. Вот, так вот они за своим мидером под Терна 2 не лезут. Они аккуратничают. На Байбэк развели, хорошо, отойдем. Баунтер урон собрать надо. Дальше БКБ планирует сделать Эйс. Хеста Жирот, она к нему уже летит Меканзом. Так, ну пока отсутствует реверс-полярити, конечно, навязывать драку 5 на 5, наверное, не с руки. Поэтому просто аккуратно фармим. Да, в БКБ вот выйдет Манки Кинг, в БКБ выйдет Бладсикер. И вот там, конечно, будут определенные вопросы к Радиантам, как вообще пробивать соперника. Рубик уже будет выпадать. Из общей программы, скажем так, Кунг с прокастом тоже отдохнет. Финзгрип, конечно, сквозь БКБ может подержать. Роскингу нужен урон. Роскингу пока 3200, к слову говоря. Его фарм, у него есть Медас. Он пытается выфармить себе свой Радиант. Но, пожалуй, пока не получается быстро это сделать. Фармит он на третьей строчке. Перегоняет его два кор-героя соперника. Но там, опять-таки, во многом убийство зарешали. Ну ничего, закрыт релик появится, Радиант сбыет. Кунга сильно просел, вот, относительно Манки Кинга. Если оценить этих двух героев, то там разница уже в 1700 голды в минус для Кунги. Так, ждем следующих столкновений. Так, Весл к следующей драке также должен появиться у Мастер Майнда. Как бы я тремя словами описал эту встречу. Мастера, Олды и Викинги. Вот, пожалуй, вот три слова, которые полностью характеризуют эту встречу. Потому что Мастер Риск, Мастер Майнд, Олд Энн, Олд Бэби Найт. Все Олд Боун Севен, конечно же, тоже. Ну и Викинги, с одной стороны и с другой стороны. Так, ну что, под смоками отправляется Дайр сейчас в сужой лес. Что они тут найдут? Они тут находят Кунгу. Или Кунгу их находят? Пока непонятно. Просто, да, увидели друг друга, оба испугались, оба развернулись. Ну не, ну в целом-то игра протекает пока на равных. Вот если мы говорим уже о последних, наверное, минутах пяти. И, пожалуй, да. По экономике, я бы даже сказал, Викинги немного отыгрываются. И всего лишь две тысячи преимущества остается за Аскамани. Поэтому самое интересное, судя по всему, еще впереди. Легионка разве что не радует на девятнадцатой минуте, не имея ни одной выигранной дуэли. Опять же, берем сравнение, наверное, Легионку с той картой от Аскамани. Там Хаста Жиротом уже имел двадцатую точку к этой минуте. Здесь пока вот хороших дуэлей не было. Ну и вообще, когда 0.6.1 само за себя говорит. Ливанский игрок пока явно не найдет себя на карте, но... Блинка не будет, тоже Блейдмэл себя фармит. Вообще, у нас в доте, в компетенте, в доте ливанских известных игроков, наверное, не так много. Но есть самый известный, который, собственно, считается лучшим ливанским игроком. И неспроста это J.H. Да, кто еще кого знает? Ну вот Раджекс есть. Вообще, как назывался коллектив? Название не вспомню. Он вообще, в принципе, стоял полностью из ливанских игроков, я помню. Как раз там оттуда и J.H., по-моему, чинал, и Раджекс, по-моему, тоже там был. Мега Ладо, что ли? Нет? Вот был какой-то состав, не помню какой. Вот. Там играли только ливанские игроки. Вот, на слыху только J.H. Пока. Ну, Раджекс, вот, Миксак. Я его в том сезоне тоже видел. Сейчас это я тоже за ним наблюдаю. В общем-то, наверное, и все, да? Больше назвать игроков трудно. Ну, которые хоть как-то отмечались. Хорошая игра. Так, у нас середине Рубик запрыгнул. Ловит Лину, интересно, целикенейса. Есть дуэль. Выиграется ли дуэль? Корабль залетает. Безвыгранная дуэль, по-моему, да? Да, безвыгранной дуэли. Но фраг сделали на Магдусе на линии. Это хорошо. Дайра остается вчетвером. Есть байбэкэш на Магнусе. Можно сделать. Там терением все-таки убивают Бэйн. Это сделаем К. Вот БКБшка. И добивать должны легионку. Забирает Эйс. Но Манки Кинг прыгает дальше. Дерево из-под ног выбил как раз-таки Рейс Кинг. Отличная игра. А Чапи и Манки Кинга что-то убивают. Опять-таки Бэби Найфи идет куда-то очень глубоко, очень далеко. Сейчас идет Эйс, но у него осталась БКБшка. Но ее используют и будет просто бить Рубика. Пробивает его пока Рейс Кинг выключает еще и Андаинга. В итоге Драка 3 в 4, которую выиграли, кстати говоря, Викинг Джи Джи. Вот оно что. А что по баунти? Рейс Кинг сейчас на топе соберет. А, они 4 баунти забрали еще. Слушайте, 4 баунти, выигранная Драка 4 в 3. Да, это прям настоящий кампэк. Все круто получилось. Конечно, старт Драки был просто отвратительным. Рубик классно сыграл, Рубик запрыгнул на дерево. Дал телекинезис на Лину, которая ничего не подозревала. Из этого пошло инициирование. Лина не смогла раскастоваться. Магнус пытался помочь, не смог раскастоваться. По итогу в Драке, не имея таких мощных заклинаний, как Реверсполярити и Лагуна Блейд, Дайер просто не имели никакого права Драку выигрывать. Так что, Рейдентом ставим плюсик. Что, может быть, дождемся уже выпада от Дайер? Да, они нажимают смок. Идут пока без Манки Кинга, но если что, готов подтянуться. Интересно, кстати говоря, планируется билд через БКБ саблю, фейзы и выход следующим артефактом будет в Сатаник. Ну, судя по быстрому закупу. Забавно. Ну что, перехватят ли Конка? Конка, клики. Шоквей в центре Раджикса, перехватывают Раджикс. Блэдмейл нажал. Хорошо пожить какое-то время. Может, Лагуна Блейд впитал в себя даже, но я не постеснялся в Блэдмейл, Лагуна Блейд дать. Ну, ничего страшного, убили и убили. Так, на развороте атака будет от Андайнга. Прокаст хороший, там Рейскинг, в принципе, и в соло справлялся, но баф есть. Бегает тем временем Блэдсикер. БКБ нажал, разворачивается. Команда отменяется пока. Стан по Магнусу. Магнус, нужно Мекку нажать. Стан длинный, хороший на сейв. Но где же Мекканзов? Где же кнопки? Где РП? Опять не хватает кастажеротов. В драке байбэк от Легионки. Выключает. Мы видим снова Бобби Найт. И за счет байбэка, конечно, снова отбивается Рэддиант. И выигрывает драку. Магнус не жмет на кнопки. Магнус. Вторая драка подряд. Без четкого Мекканзма. Без реверс-полярити. Как побеждать в доту. Без ключевого персонажа. Без ключевых способностей. Ну, скорее всего, конечно, ему необходим прям блинг. Вот прям необходим. Потому что без блинка ему тяжеловато подобрать позицию. Подобрать ситуацию. Подобрать время. Тайминг, в который он может влететь и дать РП хорошее. В итоге не дает никакое. Значит, надо прям повременить драками. На фарме таблинг. Опа. Интересный план перехват. Рошана бьют. Рейдят и прямо сейчас. Да, я об этом знают. Они просканили территорию. А саппорты пытаются выиграть время. То слип, то еще что-то. Развлекают как могут. Там преза. А так легионка старается. Бладрайт уже залетел. Рошан клэпнул. Еще и забашил. Еще и легионка. Лагуна Блэйд впитала. Боже, она просто умрет после байбэка. Какая же невезуха. Фантастика. Этот Рошан просто. Он бесит. Реально бесит. Все, все поймался легионка. И баш от Рошана. И Бладрайт. И Лагуна Блэйд. Все влетело. Еще и пал команды кем-лину. Ну да, без легионки. Теперь без байбэка легионки. Ну как он четвером драться? Я даже не знаю. Рошана давать не хочется. Только били-били. Недобили. Наконец мека есть от Магнуса. Залетает просто корабль. Останавливает Лину. С упорками двумя. Олд Ноя справиться пока не может. Стан. Дикее. Магнус залетает. РП по одному не комильфо давать. Поэтому Рошана забирает силы тьмы. А Игис забирает Бобби Найт. И Рверс Полярити не дается. Просто забрали еще и Бэйна на всякий случай. А. В центре еще и ловят, кажется. И с Рейскинга. Ну не знаю насчет того, что ловят. Рейскингу по-моему просто плевать. Он бежит. Купил Кирасу себе как раз. На ходу. Чапи. Так, ну вот теперь уже очень хороший мув получился от команды Дайер. Очень хороший. Они сейчас прям за две последние драки явно реабилитировались. Так, интересный буквально команд. Что-то опять Бэйби Найт перекрывает сам себя, по-моему. Абсолютно ненужный был ультимейт. Это эти. Дышку забрали, драку выиграли. Можно отступить. Смог сразу прожимает Рейдент и готовы вновь нападать. Так. Но РП-то. РП-то есть у Магнуса. Все еще. Четыре сотни колды, правда, не хватает на блинг. Рейденты уже идут. Такие, конечно, парни, которые вообще не стесняются. Знаю, что Аегис есть соперник. Все равно идут. 25-ая минута под баунт. Находит Манки Кинг. У него Аегис. Первую жизнь его снимут быстро. Магнус здесь. Магнус что делать? Стоит на месте. Влетел Бэйн. Он сбивает краски Финс Грипп, чтобы смог уйти Эйс. Эйс надо бежать. Рубик его бьет. Сол Рип есть. Там Атлины дальше. Вот он реверсполярится. Но корабль закинут. Правда, убили уже Легионку. Легионка страдает больше всех. Рейс Кинг идет просто в наглую бить Том Стоун. Просто бить Том Стоун. Не добивает Том Стоун. Разворачивается бить Магнуса. Есть Телекинезис. Есть Крест. Магнус под ВСО. Ничего не сделать. Рейс Кинг. Какой же он мощный. Какой же он плотный. Чуть Антайнга не раздавил. Погибает Том. Это первая жизнь. Магнус делает байбэк. Теперь они смогли справиться с Бэйном. Рейс Кинг реинкарнируется. Добивает тем временем Антайнга все-таки. Но Шок Вейвы дальше. После байбэка, я думаю, Рейс Кинга должны убивать второй раз. Схьювер есть. Сбивает ТП. Кунка дает Крест. Пытается уйти. Надо, конечно же, и Кунку тоже не отпускать. Рубик пришел, кстати говоря, но это очень прикольно. И сразу же ушел. Да, и Кунку цепляет здесь. Опять на байбэках, конечно. Но все-таки, я думаю, что это Дайер Трака должна быть. Бэм, бам, бам. И кликает, кликает, кликает. А добивает Бэби Найт палкой. Кстати, передумал насчет Сатаника. И передумал насчет всего сейчас. И только сейчас перед нашими глазами он поставил быстрый закуп. Все-таки МКБ. Который он уже теперь точно будет приобретать. А бабочку будет делать себе эйс. Так, 27-15. Эта карта явно у нас не однобокая. Тут с хорошими драками. С переворотами. Все как мы любим. Магнус, с того, что сделал байбэк, он все-таки лишился части денег. Теперь ему до блинка не хватает 5 сотен голды. Дайте ему, дайте ему немного фарма, пожалуйста. Оставьте ему какой-то лес. Пусть, пусть нафармит. Так, легенка. Вот тот, кто по-прежнему не может найти себя на карте. Это бедняжка легионка. Как же ему плохо. Раджикс. 1-10-6. Он, конечно, инициатор. Но это, вы знаете, это инициирование. Это вот даже не прыжок. Это бег в одну сторону. Когда он ускоряется и идет давать дуэль свою. Он понимает, что точно умрет. У него один блэдмил, у него даже блинка нет. Вот блинк у Магнуса появился. А у легионки, знаете, сколько еще порвить? О, там 900 надо. Выигранные дуэли только одна. Ну, с до 18. Да. Он просто не выигрывал первый дуэль. Он выиграл сразу вторую дуэль. Ну, и дуэль имеется. Второй дуэль, значит, второго уровня прокачки. А первый уровень прокачки дуэль он не выигрывал. Потому что не по-отцовски это. По 10 урона зарабатывать. Вот по 18 это вот уже кое-что. Так, кунка у нас. Митрилхаммер дальше БКБ хочет после Хеллберда. Который был следствием Вессела, естественно. Рейскинг, дальше тоже Блокинг Бар. Ну, у Чапи, конечно, полный порядок по фармам. Топовый. Так, цепляет в центре. Балка хорошая. Робика уничтожила. Ну, вот висит еще и Рапчер сейчас. На кункунка кидает под себя корабль. Ой, Финцгрипп какой. БКБ не нажимает. Блотикер надо нажимать. Надо сэвить его. Как сэвить? Блэйд Мэл дуэль. Он стоит на месте. Бэйна убил. И убивает. Такий Блотикер. Да, не нажал. Время БКБ погибает. Рейскинг лишается своей первой жизни. Под Бесселом Манки Кинг. Но стал. Лагуна Блэйд. Все это кидается в Чапи. Нужна помощь. Чапи. Чапи помощь прилетает. Неплохо. И Рейскинг разворачивается под пресс. А так просто рубит соперника. Нормально. Реджекс. Сможет ли он выжить? Непонятно. Но разворачивается Рейскинг. А вот это ясно. Что он будет выключать соперника. Это минус 3 уже. Минус 4. И кажется, Лутной тоже погибает. Минус 5. Вау. Радианты. Выигрывают. Переворачивают эту драку. Рейскинг просто изничтожил. Всех. Но вместе с Кунгой в этот раз. 5 900 урона от Рейскинга. Кунг 4 900. Причем количество урона нанесено даже больше от команды Дайер. Но этот урон был не фатальным. Тем более, когда вы знаете, что нужно Рейскинга убивать дважды. Ну и Блотикер. Особого импакта не внес, мы видели. Но причина того, что он не нажал БКБ. Да, вы можете сказать то, что там у него же Финсгрипп. Потратили потом дуэль. БКБ бы не спасло. Но зато все дебафы, которые на нем висели. Все нюки, которые залетали в этот Финсгрипп и в эту дуэль. Все это на нем отражалось, на его здоровье. Сразу по верхней линии. Произо-атак на Рейскинга. Лупят Тер-3 вышку. И Чапи сносит вместе с пунктой. Дальше по баракам по верхней линии работают. Минус бараки, кажется. Да, отбиваться нечем. И Дайер отдают линию. Рапджер. На Чапи. Чапи просто убегает. Лиденка тут осталась, кстати. Не поймем зачем. Ну это странно, конечно. Это очень странно. Но давайте посмотрим. Торан залетает. Корабль прокаст. Интересно, БКБ вот раз прожимает. Манки Кинг. Блотикер тоже БКБ. В Кунг Каман. Тай будут здесь драться. Лагуна Блейд. Вписывают легионку. Ну вот. Посмотрим, сколько Рейскинг силен. Теперь без пресса атак. БКБ нажал. И сразу ТП. БКБ ТП. Интересно. Если РП, РП нет. Ввести нечем. Надо дальше продолжать свое давление. Свое движение. Вот в сторону Кунг. Хотя БКБ. Но ТП нет. Секунду буквально. Так. Ну. Будет ТП. Теперь не будет БКБ. Проманки Кинг прыгает. Шоквейв отличный подцепил. Дальше Бондл Страйк. Бейка что пытается слипать. Что-то как-то останавливается соперника. Чтобы Кунг не убило. Кунг дабл дэмэдж берет. Но он же не может драться. Он может убегать. РП есть. РП есть. Через 3 секунды можно РП использовать. Или можно убить и без РП. Хотя Рейскик уже здесь. Почушой святыни. Вывезли из Бладрайта. Кунгу. А Кунг не было корабля. Он погибает. Теперь кажется что Чапи зря пошел своего тиммейта впрягаться. Потому что получает палку. Осталось один. Тиммейтов нет. И он будет умирать дважды. Ответный конвейер друзья. Вспомните откуда начиналась конкретно эта последняя драка. Начиналась она с бараков команды Дайр. Где она заканчивается под тир 2 нижней линией. Под тир 3 нижней линией. Еще и Робика через РП поймали. Минус 5 суммарно. Да уж. Ответный конвейер теперь из стороны Рэдиан. Но. В отличие от команды Аскамани. Викинг и Джи смогли забрать целую сторону. А это очень важно. Да уж. Вот это игра. Это страсть. Это экшен. Которого не встретишь. В обычной каточке скажем так. Так. Ну тут цепляет еще и Бэйна. Бэйн дал слип. И дальше Бэйна цеплять нечем. Ну позволяет себе вот такие выпады Бэби Найт. Потому что понимает что Коргерой в таверне. Никто на помощь с саппортом не придет. Можно немножко. Понаглеть. Тир 2 забирают по центрам. Занимается этим Эйс. Ну что отойти. Видимо следующая драка будет уже на Рошане. К которой конечно команда Рейдин тоже должна быть готова. Нам Бэйн цепи разбирают еще Рейдин дышку. Ну там. Бэкдора нет. Поэтому спокойно можно разбирать. Так. Ну что. Развязка обещает быть жаркой. Ждем. Ждем продолжения этих баталий. Этой эпопеи. Ну БКБ таки решил Раджик себе купить. Ну пора бы уже наверное. 33 минута. Все таки оффлейнер. Имей совесть да. Что называется. С другой стороны. Вот что его обвинять. Если. Ну да. У него КД конечно. КД не самая симпатичная. Но у него хотя бы Тетворс больше чем у Магнуса. Магнус какого оффлейнера. Вообще 8000. Он так то уже линию уступает. Ну он дал. Он так с позиции третьей. Где-то превращается в позицию четвертую. Может быть. Бегая раскидывая баф. И там уже лина наверное выходит на передовую. В плане приоритетов получения денег. И. Ну важно естественно там лагуну усилить. Аганимом. Юл есть. Линза есть. БКБ бы желательно приобрести точно. Так. Ну что. Рошан появился. Стало быть. И команда уже готова подраться с этого Рошана. Есть свеженькая БКБ на Легионке. 9 секунд БКБ на Кунке. 10 на Легионке. Рейс Кинг БКБ 9 секунд. То есть. Ну да. Практически. Первая свежесть я бы сказал эти БКБ. Тем временем. Вот. Эйса 6 секундная уже. Ну они и покупали раньше. Они чаще использовали. А Манки Кинга там. 5 секундная уже. Ну да. Чуть ли не в 2 раза дольше будут действовать БКБ у команды Рейддет. Посмотрим насколько сильно это скажется в драке. Смок Рейддент им прожимается. 4 героя пошли куда-то в район вверх. Рубик в район Рошпита. Передумал на 1 нападать. Одному. На Рубике конечно нападать. Сомнительное удовольствие. Пришло к команде присоединиться. Хотя. Чуть тут вернулся за инвизом кажется. Так. Оп. Инвиз взял. Хорошо. Лина может пострадать. Кстати. Очень глубокий заход получается от Рейден. Стан Лина потратила. И Рейс Кинг начинается. Станчик своего поднимает ее у себя Лина. Саждый петт Блэдсикера. Дуэль пошла в Лину. Как же быстро ее выключают. Уничтожили. В одну секунду буквально. А Блэдсикер. Финс Гри получает и опять БКБ не нажимает. Да что ж такое-то. БКБ нажал. Магнус прыгает РП. И дать не смог. Все разбегаются в разные стороны. С по Блэдрайта. Рейс Кинг просто бьет сейчас этого Магнуса. Магнус РП так и не дал. Просто погибает. Лина уже байбэк сделала. Магнус тоже на байбэке. Как и Бэйн. С противоположной командой. Стан Лина в этот раз хороший. После байбэка вернулась. Накрыла легионку. Ее убили. Рейс Кинг остается драться против Фандайга. Но пока потерял свою первую жизнь. С спортом разбирается Блэдсикер вместе с Линой. Сейчас влекая внимание при этом еще и Кунки. Пока бьет Манки Кинг у нас Рейс Кинга. И Манки Кинг... Рейс Кинга конечно же старается не отпустить. Слип от Бэйна. Хорошая палка. Еще хороша. Еще лучше. От Манки Кинга. Накрывают такие Рейс Кинга второй раз. И Кунка остается с Бэйном. Бэйн в одну часть карты убегает. Его накрывает. Там Эйс не отпускает. Но четверо остальных героев накрывают Кунку. Минус пять команды. Дайр не без байбэков конечно. Но это минус пять. Ведь Рейдинты байбэками похвастаться тут не могут. У Легионки нет, у Кунки нет. Да и у Суппортов тоже байбэков нет. И Дайр идут ломать ответную линию. Но на это раз центр правда. Крайней линии сломать не получится. Там стоят Тир-2. Поэтому идеально для них было бы забрать сейчас Бараки. И отойти на Рошама. Еще и Рошам успеет забрать. Это было бы просто супер круто. Отмечу, что Магнус реверс полярити не допал. Там жесткий таран. А, вот так это работает, да? Просто в трон. Ну ладно, это выбили байбэк от Росинка на самом деле. Очень грамотный мув. Такое, знаете, легкое смещение в сторону Тир-4. И тут уже просто паниковать начинаешь. Потому что соперник реально собрался ломать Трон. А Трон это самое важное в доте, я напомню. Да, потеряв Трон, ты точно проиграешь. Вот, поэтому сделал байбэк. И Рейдинты. Дайр точнее отходит. И сейчас Аскамани имеет возможность еще и Рошана забрать. А Рейдинты все еще очень долго без Кунки. 26 секунд за это время. Естественно, Дайр спокойно этого Рошана заберут. Еще и спавнится здесь под Рошана дабл дэмэдж. Естественно. И все вновь переворачивается. Раджекс здесь. Под сканом. Произо так нажал, конечно, вард сбил. Надо убегать. Опасно. 11 тысяч за Аскамани после убитого Рошана. Сыр достается Эйсу. У него, кстати, уже и Сатаник появился. А Егис. Манки Кингу. QB. Мастериск зачем-то написал в чате. Не знаю, что это значит. Да, и Сатаники есть. У Эйса Сатаник и у Манки Кинга Сатаник. Оба на Сатаниках. Оба на БКБшках, на Сатаниках. Да, в честной драке попробую их пробить. Когда Рейс Кинг начнет махаться с Блотикером или с Манки Кингом, у него шансов просто нет. Там такой Аджор мощный. Еще и под бафами от Магнуса не забываем, да? Плюс ко всему еще и МПауэр дает урон. Улучшил Меканзам и Аркейн Буцы Магнус, купив-таки рецепт на Гардиан Грифс. Так, ну и отлично. Центрик. Не нашел, кстати говоря, вард, соперника риска здесь. Еще бы один Центрик тыкнуть. О, а вот этот Центрик уже получил. Все, вард поломал. Все четко. Без информации, Рейдинты остаются в чужом лесу. Ну вот Рейдинтам опять непростая задача, как отбиться. Давайте включим табличку байбеков, наверное, да? Это наиболее сейчас актуальная информация, которая нас интересует. И увидим, что байбек у Легионки и у Рубика есть. С другой стороны у Андаинга и у Манкинга. Но, там Айгисыр и Сатаники. Аргументов как-то побольше у команды Дайр, не находите ли? Ну, другой аргумент у команды Рейдинт. Это, во-первых, то, что они подсоистынили. Во-вторых, то, что Андаинг пошел в хайграунд и умирает. Или нет? Какой плотный Андаинг. Сол рип на себя, Дикей раздал. Как-то Рейдинт не победил. Рубик этим временем в спину накрыли. Рейдинт никого вообще не бьет. Ноль ударов. Есть дуэль. Пытается в дуэль убить Магнуса. Не хватает урона, очевидно. Дикей, Магнус нажмет свою кнопку и будет подрегениться. Рубик сделал байбек. Рейдинт погибает после своей жизни. Первый. Остаются по праву самыми сильными викингами в этой квалификации. Пока, во всяком случае. И выходят в верхнюю сетку. Дальше. Нет, проходит дальше по верхней сетке. Собственно говоря, пока непонятно, кого они ждут. Я не знаю, как дела идут в Fly to Moon и Team Singularity. Безумно интересно, конечно, на кого там кто вышел. Как там вообще дела у Fly to Moon-то, да? Надо бы, наверное, трансляцию открыть, да, параллельно? Что-то тут ТВ я не вижу. Билета, что ли, нет? Как посмотреть? Вот хочется. В нашем современном мире, где к высоких технологиях, хочется получить быстро оперативную информацию в интернете. Вы знаете, такая ситуация, что информацию найти не могу. Зато я вот вижу, что Team Oracle Athletic играют. Это LPL ProTata 2 ANZ Championship. Это меня мало интересует. Ладно, друзья. Информацию будем черпать где-то у коллег, наверное. Или вы смотрите параллельную трансляцию и все прекрасно видите и знаете. Поэтому я прерывусь на паузу. И у меня здесь по идее, по плану, пока должны играть проигравшие первых сражений. Стало быть, у меня должны играть сейчас Викинг Джи-Джи против проигравшего пары Fly to Moon Team Singularity. Но если что-то поменяется, друзья, мы обязательно вам дадим знать. Пока. Пауза. Небольшая. Немного музыки. И вернемся в прямой эфир уже совсем-совсем скоро. Не уходите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...